Продолжение следует... Начинаем нашу трансляцию Signature Trust против Кэнси Уипс, микрофона друг, но это студия игрокам ТВ, спасибо, что с нами, ну чем еще заняться рано утром в субботу или ближе к полудню, чем если не посмотреть и не покомментировать нашу любимую дотку, ну давайте сразу к пику перейдем, а там дальше расскажу, что у нас за дела вообще в чемпионате и как получилось так, что Кэнси Уипс Signature Trust тайбрейк играет. На данный момент Signature Trust забрали тролля уже, Бестмастер тоже к ним отходит, Скайрос Мак в роли саппорта, ну и Кэнси Уипс, забрали Бэтрайдера, Венжи Фулл Спирит, Квапа и Бристл Бэк. Так, собственно, играется тайбрейк, у нас играются переигровки, Signature Trust вместе с Кэнси Уипс делят пятое и шестое место, за что ребята сражаются, то ли за просто за то, чтобы занять повыше место в турнирной таблице, либо у них вроде бы они в безопасности. Касательно вылета, и они опять же не претендуют ни на одно из топовых мест в Азиатском дивизионе, ну решили переиграть, я так понимаю, чтобы все все поняли, потому что по поинтам у них тоже, насколько я понимаю, разница имеется. У Кэнси Уипс на один балл больше, у Кэнси Уипс 10 очков и Signature Trust 9, при 9 матчах показатели у Кэнси Уипс получше. Поэтому почему у нас тайбрейк и что там за переигровка, непонятно. Играется в формате Best of One, то есть нестандартная игра, обычно у нас два матча, ну и по итогам двух матчей определяется победитель. Здесь будет один матч до, ну собственно, до победного конца. Ладно, посмотрим, азиатская дота в принципе в любой из ней хороша, почему бы не в субботу в полдень. Переходим непосредственно у нас к стратегиям, что вообще нам предложили команды и что может здесь реализоваться. У Кэнси Уипс бэтрайдер и Бристлбэк в пике. Если бэт есть, значит бэт пойдет в сложную, но Бристлбэк наверняка будет фармить у нас нижний лайн. Квапа на мидлейн, идет Венга, скорее всего будет на саппортинге у Бристлбэка, ну и еще один саппорт нужен Кэнси Уипс. Со стороны Signature Trust, оффлейн я думаю все-таки за бестмастером. Тролль Варлорд будет фармить в легкой со Скайра с магом, ну и Шторм Спирит на центральную линию у нас отправится. Там будет все необходимое получать. Ну так по пику в общем-то нормальный функциональный пик, что у одной, что у другой команды. Тут какой-то серьезной стратегии, какой-то глобал страты не вырисовываются вообще, поэтому ждем, смотрим. Энчантрес, Signature Trust у нас забанили. Чена тоже забанили. Не хотят Кэнси Уипс отдать вообще ни одного лесника. Ну и пускай, пускай, пускай. Вич Доктор, последний бан у нас для Кэнси Уипс. И все, последние секунды для Кэнси Уипс, еще один саппорт. Ну Леон всегда есть, всегда есть три у Леон. Ну пожалуйста, Леон. На 2 секунды опередил. Если в любой непонятной ситуации пика Леона, собственно. Нужен саппорт, бери Леона. Феникс для Signature Trust. Ну и теперь оффлейн немножко под вопросом. Бестмастер. Абба забирает Бестмастера. Это означает, что он, я так понимаю, пойдет у нас на сложную линию Майпро на Шторм Спирити. Формит Мидлейн. Лейкелс отправляется фармить легкую. Ну а Канеки, как я понимаю, с Бумбелом будет саппортить у нас Лейкелса на Тролль Варлорде. Нормально, все понятно. Чейнс у Бристлбэк. Чейнс у отходит Бристлбэк. Юн Боми, кстати, у нас стенд-ин в роли Мидлейнера в составе Кенси Вейпс. Чейнс будет у нас, как я понимаю, фармить 3-4-3. Забирает себе саппорт Леона. Калл будет играть на Бетрайдере. Ну и для Винги, кто там пятый. Да и без разницы вообще, кто пятый, посмотрим сейчас. Все, героев своих разобрали. Пора, в принципе, и к матчу переходить. Калл и вообще вся команда Кенси Вейпс отправляется у нас на топ-лейн, как я понимаю. Будут за руну сражаться, либо могут в лесу подраться. Ну, на руне всегда у нас противостояние. Особенно на топ-руне нижняя как-то побезопаснее выходит. А на топе постоянно баталии. Причем еще до выхода крипов, до первой минуты, до начала непосредственно встречи. Ну, это для крипов встреча начинается с первой минуты официального времени. А для героев тут, в общем-то, можно меситься и до начала матча. Почему бы нет? Никаких фальш-стартов, ничего в доте, слава богу, нет. Поэтому бей не хочу. Что это такое? У нас Шторм Спирит в платье. Отлично. Взял у мамы халат и ходит в нем. Ну, это просто трагедия какая-то. Кто там занимается дизайном таких вещей, это даже немножко удивительно. Но обычный, да, обычный халат. Обычный халат. Тут на рынок выйти, под подъездом посидеть. Да, Шторм Спирит немножко повеселил в начале этого матча. И Хилинг Селф покупает себе, поэтому не будет Нул Талисмана на первом левеле. У Шторма по фарму немножко нестандартная будет ситуация. Но тут Юн Боми, в принципе, по классике идет. Нул Талисман и два танга еще и чужих. Лейклса могут цеплять. 3-4-3 уже вкачал у нас Хекс. Есть ли Шадоу Страйк? Да, Шадоу Страйк должен быть от Юн Боми. Но где он? Квапа, что такое? Ну, на всякий случай не вкачивает у нас ничего Юн Боми. Просто отогнали Лейклса, половину столба забрали. Молодцы. Ну все, то я на Курьера флеймлю, на свиней, которые каких-то людей под собой носят, то на Бабу Ягу там, то еще на кого-то. Теперь у нас Шторм Спирит в халате. Я первый раз вижу такой ужас. Это просто вырвиглазный абсолютно герой. Как может Шторм у нас ходить в женском халате, мне непонятно. Как будто реально из-под подъезда вышел, только белье повесил во дворе и сразу на мид фармить. Нормальная ситуация. Кал в сложной в соло. Против него Бумбелл и против него Лейклс. Но Лейклс больше не Калом у нас занят. Даже звучит неприятно. Так, кстати, Юн Боми у нас разобрали. Женщину прямо под подъездом. Шторм отъезжает в таверну и 1-0 для команды CSW. Фёстблат, но здесь не без помощи. Саппортов, Гоудот вышел, вышел Леон. Ну, страта Ромича вообще отличная. Просто отличная. Стан есть, Хекс есть. Тут и наорать можно через Вейфов Террор. Всего предостаточно для того, чтобы убивать. Ну и Майпро первая жертва. Надо как-то очистить вообще мозги и перейти от этой потрясающей фигурки Шторма куда-нибудь на другой лайн. Быстрее. И всё равно тянет. Тянет просто. Я же говорю, как жуткие эти курьеры в виде свиней, которых не можешь оторваться. И всю игру просто вместо того, чтобы комментировать то, что происходит, начинаешь залипать именно на данное уродство. По фарму. На первом месте у нас Бестмастер. Вот так вот. Сложный фармит Бестмастер. Ну, я-то думал, в сложную будет вопрос. Кто у нас пойдёт? Бестмастер или Феникс? В Signature Trust решили вопрос гораздо проще. И Бестмастер, и Феникс. Просто вдвоём отправляются. Фармит Бестмастер. Феникс отвечает за то, чтобы харасить постоянно героев на лане. Ну и Бриста тут чуть-чуть где-то до по ХП, конечно, проблематичная ситуация. Третий левел вот сейчас уже будет, но нормально фармить не получается за счёт, опять же, спиритов от Феникса. Хал против Лейклса. Ну, должен соло, конечно, рассказывать у нас троль Варлорду. И как только отойдёт отсюда Бумбелла, Бумбелла отошёл на приличное расстояние. Ещё пару бы напалмов на голову, и можно было бы сжигать у нас троля. Ну и Курьера, кстати, забрали. Курьер чей? Курьер команды Signature Trust, да, как я понимаю? Да, потеряли Курьера. В нём развалился Боттл. А где, кстати, Кура у нас умерла? Вот здесь вот, и кто этот шкодник? Ну, наверное, Клопа, я думаю, разобрала у нас Курьера, хотя так особенно я не проследил. Ладно, в итоге по фрагам. 1-1 у нас счёт, 3 минуты сыграно, по золоту. Кенси Вейпстак, Бэтрайдер, Бэтрайдер отъехал у нас на топ-лейне. Давайте посмотрим. Уже стыдно столько фрагов пропускать. Сайленс Бэтрайдера, Файерфлай у нас. Кал включает, ну и Файерфлай здесь не отображается, но, поверьте мне, на слов он был. Всё, собственно, 2-1. Сигнечит Раст начинают по фрагам опережать своих соперников. На мид-лейне у Майпро 9 на 1 Крепстат, у Квапы уже 16 на 4. И он бомми перефармливает у нас Штармай, причём ощутимо в два раза на четвёртой минуте. Ну, это, в принципе, серьёзное преимущество, потому что динамика у Квапы будет гораздо повыше. Если ранние артефакты появятся на 2-3 минуты раньше, чем у того же Штарма на мид-лейне, то Квапа загонит тут всех и каждого. А собираться примерно в одно и то же надо. Что Квин оф Пейнш, то Штарму. Квапе нужен Оркет, и Штарму тоже Оркет позарез нужен. Там уже дальше, конечно, разница имеется в этом билде, точнее. Но на ранних этапах, в общем-то, задним и тем же артефактом гоняются у нас что Шторм, что Квапа. Ну, поэтому посмотрим. Пока что у Квапы шансов поболее. Во-первых, Фёстблат забрал у нас Йонбоми. Во-вторых, капнули деньги с Курьера. В-третьих, и фармит он получше. Но у Майпро небольшие здесь проблемы. Пошёл у нас врыв Майпро. Майпро 5-й левел. Ульты нет, значит, никак отсюда не уйти. А дают Квапе ещё один фраг, и вот она дабла. Вот она дабла роумящая, которая не даёт вообще возможности у нас ни вкастовать ничего, никакого эскейпа проюзать. Просто стой и терпи. Бэтрайдер опять проседает по ХП. Ну, тут просто фитфест по всем лайнам. На миде у нас Шторм Спирит умудрился слиться уже два раза. Ну и на топе Бэтрайдер со стороны Кэнси Уипс два раза умер. Как вообще Бэтрайдер может умирать, толком непонятно. Тут Тролль Варлорд не самый серьёзный персонаж на ранних левелах. Тем более для Бэтрайдера это вообще не проблема, он не должен подставляться. Ну, умудряется. Умудряется и уже делает это дважды причём. Пять минут сыграно. По золоту Кэнси Уипс потеряли своё преимущество практически до ноля. Ну и по золоту Сигней Чит Раст, по экспириенсу точнее Сигней Чит Раст 750 у своих оппонентов выигрывает. Ян Боми уже есть Боттл, есть Талисман, есть Бутс оф Спид. Тут, скорее всего, Пауэр Трэд скоро появится. До сих пор не отнул Талисман у нас у Майпро. Ну и поэтому по дэмэджу проседает. Собственно, и на фарм это влияет. 80 с руки у Квапы и 68 у Шторман. Это вроде бы копейки, но эти копейки, в принципе, решают. Когда примерно одинакового уровня руки, 12 дэмэджа это серьёзное преимущество. Уабы 28 на 5. Вообще, давайте по Крипстату пробежимся глазами. 37 на 18 у нас у Лейкелса. Он, кстати, по фарму, наверное, первый. Лейкелса поймали у нас на топе. Ну и что? Доигрался у нас Тролл Варлов. Я думаю, уйти отсюда вариантов никаких. Ещё один удар от Леона, ну и должен дойти к Шадоу Страйка. И он Боми. Келлинг Спри. Третий фраг для Квапы. 2 в миде, 1 на топе. Никого Леон там не забрал, если вы что... Да, писали у нас в чате, что Леон забрал. Нет, Леон никого не забрал. У Леона, прошу заметить, 0-1-3. Убийств не делал. Все фраги у нас от Квапы со стороны команды Кэнс и Уипс. Со стороны Сигнейча Трасс здесь... Здесь, я так понимаю, у Скайра с магом много чего. Да, 2-0-0 идёт у нас Бумбел. Ну и ещё один фраг делал... Делал кто же? Кто же, кто же? Кто же? Никто не делал больше фрагов. Судя по всему, кто-то из игроков команды Кэнс и Уипс нейтралом отдался. Или Рошану. Потому что по убийствам Сигнейча Трасс... Ну как видим, 2-0 только Бумбел. И всё, и всё. Значит, где-то там слив был нейтралом. Я его немножечко провтыкал. Провтыкал. Шторм понял, что не по шансам драться. Даже в таком роскошном халате тут, собственно, лицо оторвут. Шторм, конечно, несчастный. Fashion is my profession. Думал, видимо, морально задавить своих соперников своим внешним видом. Не получилось. Никто не боится толстых мужчин, переодетых в женщин. Или кто там у нас Шторм? Ну, больше на человека, конечно, смахивает. Правда, немножко странного. 3-4-3 у нас поймали на топе. Кал летает здесь под Firefly. Ну, в принципе, фиолетово всем на Firefly. Улетает отсюда Skyrosmack. Просто даже не решил драться. Лейкелса ловят здесь. Стан от GoDota. Но должны сжигать. 3 стака Напалма есть. Сейчас будет 4-й. Да, Лейкелс здесь догорает. Бэтрайдер наконец-то за всю боль отомстил. 1-2 становится у него КДА. Ну и Йон Бомми просто прибежал уже так покричать над трупом Тролл Варлорда. 4 на 4 счет на данный момент по золоту. Кэнси Уипс 750. По Экспириенсу 250. Кэнси Уипс тоже впереди. Давайте по артефактам посмотрим. У нас уже 10-ая минута приближается. Где-то что-то можно было насобирать. У Тролл Варлорда, может Дипмаск, Фейсбутс и Базилка. У Феникса есть Ранквилы. Хилинг Селф ничего пока более не имеется. У Бестмастера 1900 на руках. Хуабы, только Тапокс Таушилд, но готовится выйти в Даггер у нас Аба. Это действительно мастхэв артефакт. У Майпро печаль полная. Сол ринг, Бутс оф Спид. Пока больше ничего. Но Маджик Вонт еще в довесок ко всему этому. Скайросмаг, кстати, Бест у нас на кого-то-то наорал. Наорали на Леона. Леона отправили в таверну. Майпро первый фраг забирается на карте у нас. Ну и Квапа в это время забирает Скайросмага. Разменялись саппортами. 5-5 становится счет. Так, давайте дальше уже досмотрим эти вещи, чтобы я больше не пропускал у нас фраги. Чейнс уже имеет Вангвард. Есть у него Тапок. Ну и по чуть-чуть тут еще бомжевых артефактов имеется. У Квапы обливент стаф уже готов. Ян Боми великолепно себя чувствует по фарму. На первом месте 5600. Пожалуйста, и очень сильно опережает своих соперников. Тут 3600 ближайший преследователь. Превосходство на 2000 мидера на 10-й минуте. Это действительно, ну, иначе не скажешь более чем дофига. Так, у Леона Транквил Буц и больше ничего. У Бэтрайдера 1600. Ну, Калу самое время отправляться в лес. Надо фармливать Даггер. Майпро врывается у нас в Ян Боми. Сайленс пошел по Ян Боми. Ну, пытается подсейвить 343. Возможно, получится. Стики юзает Ян Боми. Ну, и бежать отсюда. Да, улетает на хэкграунд. И все. Команда Сигней Чит Раст, в принципе, безрезультативный врыв организовала. Тут Клопа отойдет от Хилица. И вернется с новыми силами, я думаю, разваливать команду Сигней Чит Раст за такую наглость. Так, Вингу мы... Ну, Вингу даже и смотреть нечего, да. У Бэтрайдера совсем немного вроде бы до Даггера. Но, с другой стороны, у нас 11 минута идет. Бэтрайдер уже все сроки. Про... 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 Про портил. Ну, Канеки в урну выходит, но еще далековато. До нее Абу цепляет здесь Чейнс. Заходит уже в бок у нас Абби Майпро. Можно попытаться ворваться, но тут можно и так ворваться, что не вывести. Просто-напросто. Бэтрайдер уже близко. Да, Файерфлай есть, есть Лассо. Но начальница отказались врываться. Майпро отправляется обратно на Мидлейн. Тут 3-4-3 фармит, а Йон Бомми, как я понимаю, пришел гноить у нас Тролля. И Тролль вынужден отправиться в лес. Тут ничего толком ему не светит. Бумбелл тоже пару раз уже, один раз точнее, отъехал у нас на топе. Тут опять же любой врыв от Клопы и опять у нас развалится Скайросмак. Он очень мягкий герой на всех вообще стадиях игры. По золоту Кенси Уипс полторы тысячи. По экспириенсу чуть более тысячи тоже в пользу австралийского коллектива. По Смаком Абба провязал даггер и в никуда провязал даггер. Только Голдота поймали. Мистик Флеер, тут и Майпроп. Умудрился ворваться Феникс. Поставил Супернову. Развалили Эквапу. Вот это удачный выход от Сигнейчет Расс. Просто два в ноль. Вообще безответный. Но тут больше и не убить, потому что остальные все были по другим лайнам. Очень круто ворвали Сигнейчет Расс. Два фрага заработали. Полторы тысячи по золоту отыграли. И чуть больше, чем полторы по экспириенсу. Абб вроде бы неудачно ворвался с даггера. Хотел Квапу разобрать. Квапа блинкаут сделала. Ну, в итоге что? В итоге потратил Праймал Рор на Венжи Фулл Спирит. А Квапу и так заковыряли. Через Сайленс. За счет Тролль Варлорда. За счет Батл Транса. Очень быстро отправили Квапу в таверну. 5-7 счет. Сигнейчет Расс. По золоту. Еще и снесенный Тавар. Тут должны выйти вперед. Ждем обновления графиков. По-моему, Кенсой Уэпс потеряли полностью свое преимущество. И что более неприятно, потеряли инициативу. Саму по себе. Майпро имеет возможность врываться. Есть возможность врываться у нас у Бестмастера. Нет возможности врыва. Нет. Есть уже у Бэтрайдера появляется даггер. Появляется только-только. 90 сверху Капного. Ну, опередили. Опередили на 2 фрага, можно так сказать. Своих соперников по появлению даггера. Глянь. В любом случае, это какое-то задел. И преимущество уже. В пользу Сигнейчет Расс. И графики тоже постепенно опускаются. Выход под Смоком. Как я понимаю, на тролль Варлорда. Понимают, где может быть тролль. Врывайся. Кал. Гоу Дот. Никто не увидел у нас тролль Варлорда. Хотя... Все, увидели. Поставили вижен. И Лейкелса здесь разбирают. Гоу Дот забирает у нас руки Лейкелса. И опять же, на последних секундах просто. Праймал Рор пошел у нас от Аббы. Стоит Супернова. И просто сыпется команда Кэнси Уипс. Что делать, непонятно. Еще и Кала будут здесь загонять под ноги. Мистик Флеер. Не дадут, наверное, провязать даггер. Да, даггер у нас съязает Бэтрайдер. И улетать. Но это все бесполезно. Абба уже не нужен здесь. Тролля разменяли на троих героев. Игроки команды Signature Trust, наверное, серьезный курс и хороший размен. 990 заработали по золоту и по экспириенсу полторы, ну не полторы, тысячу с копейками в пользу Signature Trust после этого файта. Помню, игра в формате Best of One. Тут просто хотя бы эмоционально, но должно давить на команду данное обстоятельство. Должны понимать прекрасно, что ошибаться здесь, ну, недопустимо. Может и допустимо, но только в том случае, когда проигрывать можно, ну, команда, когда может себе позволить проигрывать просто так. И их это вообще никак не печет особенно. А так, я думаю, груз ответственности все равно должен висеть. То есть права на ошибку не имеется. Канеки уже готов влетать, как я понимаю, как минимум и Карус Дайвом немножко здесь подковырять. В принципе, зацепить его может только Винга. Если бы Карус Дайв Стан завалит, ну, опять же, попробуй попади. Ну и потихоньку горит Тауэр у нас. Сгорит Тауэр на миде. Кенс и Уэпс отходят. Прилетает сюда Майпро. У него уже имеется Сол Ринг, есть Пойнт Бустер. Майпро изначально будет выходить у нас в... В Бладстоун. У Квапы практически готов. Второй Обливиан Став. Ян Боми где-то минуты, я думаю, через... Минуты через две, через три сможет у нас нормально заработать себе на Оркет. Все, пошел врыв у нас от команды Сигнетчат Раст. Бристалбек сразу развалился. Ян Боми на отходе. Соник Вэй в спину, но все вроде битые, но при этом живые. Ну и что, Майпро доминейтинг. Что женщина в халате творит, а? Кал утаскивает у нас Майпро и наконец-то Майпро здесь развалит. Сбивают ему Стрик. И еще, кстати, мега килл у нас Майпро заимел перед смертью. Бэтрайдер забирает данного героя. Ян Боми жив. Не выкупался, как я понимаю. Да, и пошли гнать Канеки. У Канеки нет маны. Чтобы уйти отсюда даблкилл от Бэтрайдера. Три в... Ну покажите же файт-рекап нормальный. Три в два разменялись игроки обеих команд. Бистмастер у нас не умирал. Да, Скайросмаг тоже на соплях, конечно, но ушел. И Тролль Варлорд, он вообще тут не участвовал в файте. Ему плевать на все. По ДД Тролль Варлорд. Врываться на него вообще подобно смерти. Особенно Калу без маны какой-то. Тут флеймбрейком элементарно не отбросить от себя Тролля. Тут не по шансам вообще. Лейкелс бросает затею. Убивает Рошана. Половину хп ему снес и ушел. Кстати, по артефактам. Лейкелса что-то довырисовывается уже. Хелмов Доминатор есть. Фейсбутс. Яша для Лейкелса. Базилка также вместе с Стиком. Ну, всего по чуть-чуть. Еще и тысяча по золоту. Тут Сенжин Яша должен для Тролля появляться. Осталось всего-то ничего полторы тысячи. У Феникса есть уже Транквил Буцы. Есть Урнов Шадоуз. У Бестмастера. После Даггера и Транквил 520 на руки капает. У Шторм Спирита 1700 после... Да даже тут 2000 где-то после Пойнт Бустера. Очень скоро появится Соул Бустер. И потом уже, понятно, до Бладстоуна прогрейдится. Но это не ранний вообще Бладстоун. У Шторма, мы помним, ситуация не лучшим образом шла. Где-то 0.2-0.3 шел у нас Майпро. Нет, 0.2 шел у нас Майпро. Потом вроде как Д5-2 смог дела исправить. Ну и слился. Деньги команде Кенсу Уипс подарил. У Бристлбека. После Пауэртретс и Вангварда 2000 на руках. У Квин оф Пейн. Оркет уже готов. Еще и 250 там на сдачу осталось. Леон 1200. Даггера пока что нет. У Бэтрайдера Даггер и практически готовый Форс Став. Ну и Венжи Фул Спирит. Где-то там медальон, там минут через 45 насобирает себя. Ну все на ворды в принципе. На страте Твин Гак. Я понимаю ее ворды везде стоят. Кому принадлежит? Где это? Что? Какой еще? Оу-оу-оу. Кто это вообще? Так, Чейнс. Попадает у нас под молотки от Лейкелса. Под топоры в его случае. Кал. Абу уводит назад. Уводит назад. Стоит здесь супер новая. И бежать в рассыпную быстрее Кенс и Уипс. По ХП просели очень сильно. Бристлбеку прикупить бы Сашу здесь аж просится. Потому что по ХП беда полнейшая. Просто не вывозит раскасты ни одного из героев команды Сигнейча Траст. Там и Мистик Флеер, Чейнс не будет переживать. Ну и по-моему сейчас вы это прекрасно увидите. Голдот. Высвапывает у нас Чейнс. Чейнс уходит. Голдот сыпется. Один в один подрались. Где-то Майпро. Майпро просто в соло развалился у нас от Queen of Pain, как я понимаю, да? Да, Квапа забирает Шторма в соло. Ну вот он. То, о чем я говорил. Раннее появление Оркита. Гораз не столько раннее, сколько более раннее, чем у соперника. И проблема у Шторма. Так проблемы эти будут и дальше. Если появится... А он появится, как я понимаю, да? Если появится у Шторма... Бладстоун, то просто будут заряды уменьшаться и все. Так по пользы какой-то он самому Шторму не принесет. А куда деньги вообще Шторма делись? 90 на руках он что-то байбекался или как? В Курьере ничего на базе. Да, у нас на базе что-то уже лежит. Да, Soul Booster готов для Майпро. Выложил на базу, чтобы Курьер зря его шмотки не таскал, не портил. Майпро немножко остается всего лишь до... До Бладстоуна. Ну, посмотрим на реализацию. Слабо в это верю. То, как он рассыпался от Квапы, точно так же. Бладстоун ситуацию не исправит. Точно так же будет сыпаться от Квапы. В Квапе, я думаю, есть смысл тут выходить в... С Аганим. Соник Вейв нужен. Нужен по всем. Пока БКБ не появляется. Чейнс у нас под криком от Абэ. Врывается Майпро в... В Йонбоме. Йонбоме просто рассыпается. Майпро тоже на ЛОХП. Манул практически всю. 3-4-3 у него высосал. Ну, живет Майпро. Живет и выхиливается и уходит отсюда. Рошан падает. Для команды Signature Trust. Все очень сильно горят. Тут Firefly просто дичайших дел наделал. В итоге погибает у нас Тролль Варлорд. Ну и что же. И сыпется потихоньку команда CSW. Тут, в принципе, Signature Trust на полнейших соплях. Абба на ЛОХП. Бежит за Кемзой. Он бомит. Это себе дороже. Разменялись 4 в 3. Тролль Варлорд потерял у нас Аэгис. Ну, неплохо подрались, конечно. Хотя Signature Trust поувереннее смотрится в файтах. Если бы не подстряли в узком проходе. Да, Signature Trust зарабатывают 184... Точнее, 3 в 5 подрались. Еще и байбэк был у нас от Квапы. Квапа сколько не убивала, все равно в минусе. 11 на 9. По золоту Signature Trust 5000. По экспириенсу более 5000. Тоже коллектив Signature Trust. Лейкелса. Вроде бы и Лейкелса ловят. А по факту здесь Каннеки может соло развалить у нас одну венгу, не подходя к ней вообще. Абана Чейнса наорал. Стой вообще дальше. Ну и все. И блинкау... ТПау, точнее, отсюда. Бумбелла ловит Чейнс. Майпро уже здесь. Есть чем приостановить. У нас Бристлбека. Бумбелл такой заплеванный. Весь в соплях отправляется у нас похилиться. Потому что маны там... Нет, маны у Скайросмага достаточно. Просто Бумбелла отходит. Получить психологическую помощь. И вообще реабилитацию. После того, что с ним сделал Бристлбек. Ну и вернется скоро Майпро. В лассо. Майпро очень быстро разбирают. Через фингер оф дэс. Даже не кричал нас Ян Бомми. Потому что в КД ульта. Ну и разваливают Тауэр. Кенси Уипс нашли чем ответить. Немного, конечно, за фраг заработали. Но Тауэр забрали. Надо идти дальше. Линия Т2 стоит. Стоит еще не тронутая. У команды Кенси Уипс только 1Т1 был снесен на топе. А как наша модница там поживает? У Майпро 5 зарядов. То, о чем я говорил. 5 зарядов в Бладстоуне. Зачем покупал? Не поймем. Ну, наверное, к своему роскошному халату. Все-таки, что это за халат без Бладстоуна? Смысл вообще? Деньги на ветер. И походка. У него даже походку меняет этот халат. Я извиняюсь, конечно. Чуть-чуть попозже надо будет на него переключиться. Квапа менее женственно смотрится, чем Шторм в этом халате. Так, на Орал у нас Бейсмастер. На Гоу Дота. Гоу Дот рассыпается. Здесь через Рей просто коннеки не подходя. Разваливает у нас... Разваливает у нас Венжи Фулл Спирит. Но, в принципе, Винга первый вообще кандидат на тот свет. Самый сладкий герой для команды Сигнейча Траст. Еще если так подставляться, еще если за реку заходить, у нас понятно, что проблемы будут. Винга здесь никого не высвапывала, судя по тому, что Незер Свап у нас не в откате. Значит, просто позволил себе лишнего. Немножко Гоу Дот, но за это был наказан. Двенадцать-двадцать. Пять тысяч по Экспириенсу Сигнейча Траст и три тысячи по золоту. Нравится ему. Как ему нравится ходить, а? Все, поймали у нас Майпро. Майпро, скорее всего, здесь разбирают. Соник Вейв нельзя жалеть. Надо разваливать. Без Соник Вейва не забрать Майпро. Да ладно, да. Нашел я кому рассказывать. Не провязали Соник Вейв даже. Без Соник Вейва Майпро отправляется в таверну. Сколько зарядов? Три заряда. Что это означает? Это означает, что дела у Шторм Спирита идут великолепно. Он купил артефакт за четыре тысячи, да? За больше, чем за четыре. Четыре с половиной тысячи артефакт, который приносит ему ничего. Только разве что под... Я даже не знаю. Я особенно не понимаю. Для чего покупать, если ты цыпешься? Ну оставь себе Солл Бустер. Лишним никогда не будет. Будет один и мана, и ХП Реген пускать. Зато будет очень, ну там, достаточное количество ХП и маны прибавится. Ну и выходи постепенно в Сайленс. Выходи в Оркит. Потом уже собираешь себе Бладстоун. Но решает иначе поступить. У нас Шторм Спирит и зарядайте, набивать ему и набивать еще. Если Майпро у нас в ноль выйдет по зарядам, то это, конечно, будет печаль полнейшая. Даггер имеется у Лейкелс. Лейкелс тоже ультрамобильный становится. Яша есть. К Яше что-то бы приобрести такое получше. Я думаю, даже не лишним будет приобрести Манта Стайл Тролль Варлорду, потому что Сайленс от Клопы это вещь неприятная. Лейкелса поймали, утаскивают прям под Тауэр. Ну и Фингер Оф Дэс в спину Лейкелсу и живет. Пока еще живет. Очень быстрый бёрст дэмэдж, но не хватило. Хотя Ян Бомми приходит и всего хватает. Под БКБ у нас Клопа еле-еле бежит, но он в итоге отсюда уходит. А кто там так заплевал Клопу? Это, по-моему, Кабан, да? Тут Кабан делает вообще нереальные вещи. Четвертый Кабан от Бесмастера, а трава валит очень мощно. Призови еще одного Аба. Вот он, Кабан. А сколько здесь слоу? На 40% замедление атаки, на 40% замедление скорости передвижения. Понятно, почему Клопа у нас лунной походкой начала двигаться. Так, забирают у нас Тауэр на топ-лейне Сигнейчат Раст. И все, и уходят отсюда. Есть, в принципе, где еще повоевать. Чейнс на мид-лейне. У Чейнса есть Мека, есть Вангвард. 200 сверху. Может быть, даже подумать стоит о Алибарде. Исключать у нас из файта того же, того же, того же, того же траля. Тра-ля-ля. Бестмастер. Есть вторые Некра. Готов Блинк Даггер для Аббы у Майпро. Обливент Став только-только появляется. Дальше будет Оркит. Ну, посмотрим, какими темпами. Ну, здесь мы, в принципе, все видели у Феникса. Феникс хороший, серьезный саппорт. Это не тот Феникс, который на лайне стоит и Экспу забирает. Это Феникс, который может подхилить, который может подстопить, догнать за счет ульты, внести дисбаланс. Ну, всего достаточно. У Феникса такие Фениксы мне приятны. Так, теперь по команде CSW. У Бэтрайдера есть Форстаф, есть Даггер. Две сто сверху на руках. Калу надо подумать, я думаю, о Блэк Кинг Баре. Просто, чтобы не терпеть от шторма. Квапа. После Блэк Кинг Бара еще две тысячи капнуло для Ян Боми. У Леона Даггер есть. Пятьсот сверху. У Бэтрайдера видели. У Венжи Фулл Спирит урна появляется. Не в медальон у нас. Гоудот отправился в урну. Ну, и Бутсов Спид есть. Шсот сверху. Ну, по фарму, конечно, Гоудот вы видите на последнем месте. Очень сильно отстает даже от ближайшего своего номинального соперника в составе команды Сигней Четрас. Четыре семьсот у нас самый серьезный бомж коллектива Сигней Четрас заработал. Я говорю о Скайрос Магии. Две шестьсот заработал всего лишь Венга. В два раза перефармливает саппорты своих оппонентов. Ну, тоже та же ситуация, кстати, у нас и с Фениксом. Тоже в два раза перефармливает у нас. Триста сорок три, который отыгрывает на Леоне. По золоту Сигней Четрас. Пять тысяч по... Ну, эти пять тысяч, собственно, в саппортах и базируются. Три тысячи по экспириенсу. Так, в общем-то, по серьезным покор героям относительно ровная ситуация. Один за одним идут. На первом месте до сих пор Квапау. Квапы 9 на 3. Семнадцатый левел уже у Квин оф Пейн. Ничего себе. Тут шестнадцатого до сих пор нет у Майпро. Нет шестнадцатого Тролль Варлорда. Ну и ниже. Дальше хуже, конечно. У Венги одиннадцатого нет вообще о чем говорить. Так, в риф у нас пошел на хайграунд команды Сигней Четрас. Отличный Соник Вейф от Ян Боми. На лоу ХП все. Ну вот он Феникс с Мекой. Просто выхиливает половину команды. Расваливается здесь Бомбелл. Ну и команда Кен Сей Уэйп стеряет сразу троих игроков. Сразу троих. Вроде бы так круто ворвались. И что? Факту недофармленная Венга. Вообще рахетичный абсолютно Леон. Ну и Бэтрайдер. Самую Гучу в лес. Отъехал очень быстро. Ну и забрали одного Бомбелла. Самого ненофармленного героя команды Сигней Четрас. Разменяли его на троих сразу. Действительно это по курсу. Вы видели по фарму. По курсу относительно равный размер. Сигней Четрас 24-15 выигрывает у своих соперников. Тут проблемы начинаются у Кен Сей Уэйпс. И проблемы колоссального масштаба. Кто будет в лейте убивать непонятно. Чейнс. Чейнс каличный конечно. И сама реализация персонажа. Тут Мистик Став появляется. Готовится выйти в Шиву. Тут разве Шивой можно что-то рассказать Сигней Четрас? Я так не думаю. Но дело в том, что вообще состав у команды Кен Сей Уэйпс по героям такой, что в лейте будет у них проблемы нереальные просто. Здесь уже третий не край. Они не знают, что с ними делать. Здесь Тролль Варлорд выфармливает топ-2 на карте. И тоже, что делать с Тролль Варлордом. Непонятно, кто его будет переубивать. Это вообще неясная ситуация. Клопас с этим делом не справится в соло. В БКБ появляется у нас у Тролль Варлорда. И вот уже есть БКБ. Даже один раз Лейклз его проюзал. И он в принципе неуязвимый становится для команды Кен Сей Уэйпс. Ну и держать его в лосо хорошо. Но если он будет в БКБ в лосо, то просто 5 секунд у нас задержат Тролля. Он выйдет с Блэк Кинг Бара, поотрывает всем лицам к чертовой матери. Шива появляется для Бристлбека. 3-400 у Ян Боми на руках. Тут надо идти в дичайший, я думаю, какой-то дичайший просто буст по демеджу себе. Просто на демедж покупать артефактов. Или же, ну хотя у Квапы это в принципе одно и то же, идти в Хекс. Хекс даст нормальные демеджа и маны предостаточно. Тут я не знаю, аганимом вообще отделаться, не отделаться. Потому что Блэк Кинг Бар есть. Здесь БКБ тоже должен со временем появиться. У Шторма, кстати, уже 7 зарядов в Бладстоуне. Постепенно где-то в 0 выходит к 31-й минуте. Даже удивительно. Шторм Спирит, у которого ранний Бладстоун, которому надо 15 минут еще на нулевые позиции выходить. Наорал у нас Аба. На кого? Квотом Аба орет. На Чейнса наорал. Но Чейнс вроде живой. Хотя маны у Чейнса вообще тотально нет. Спрей хоть как-то работает. Но здесь понятно, что его Некра гонят. Еще и Рэем Канеке сверху наваливает. Но все. Чейнса даже в спину здесь расковыривают. Минус 4 для Сигнеча Траст. Одна Квапа у нас уходит отсюда и как можно быстрее. Только, опять же, потому что у нее есть Эскейп. Потому что у нее есть Блинк. У остальных героев встроенного Блинка нет такого, который не сбивался бы. Ну и 4 в 0. По итогу этого файта 3 с половиной зарабатывает Сигнеча Траст по золоту. По опыту 5 с половиной тысяч. Понесли они вперед ногами СССР. Это вопрос, я думаю, времени уже. Ладно бы можно представить, что у СССР есть какая-то серьезная лейта. И можно так затерпеть, что там в минуте на 50 суметь дать отпор своим соперникам. Но это лейта у Сигнеча Траст. И они уже сейчас выигрывают. Врывается у нас Лейклз просто на крипов. Напугал меня вслед за топорами Абы полетел. Я думал, уже там кто-то появляется. Опять же, подхил чокнутых масштабов. Мека есть, урна есть. Опять же, Рей от Канеки после недавних изменений в доте хилит всех. Ну и все, он просто будет стоять в километре и хилить всю команду. Чем сносить того же тролля, мне непонятно. Так вот БКБ ничего ему не сделаешь. С руки ему тоже ничего не сделаешь. Калл врывается у нас на даггере и ловит Сайвен. Сразу же рассыпается у нас Калл. Чейнз по всем. Вроде бы Шиву провязал. Там на лоу ХП, кстати, Бумбелл. Бумбелл рассыпается. Ну ничего себе. Минус три уже сделали. Правда, после Аегиса сейчас встанет тролль. Батл Транс юзает у нас тролль. Юзает БКБ. И вот о чем я говорю. Гоудоту надо отсюда бежать. Квапа должна убегать. А, это не квапа, это венга у них. Одинаковый внешний вид неприятный. Я их даже путаю. Лейклса пытается зацепить. Шадоу Страйк в спину. Даггер все время будет сбиваться. Лейклс отсюда не уходит. Подхилл пошел у нас от Канеки. Канеки юзает ульту. И все. И команда ССВ теперь в роли жертвы в данном файте. И должны отходить. Все. Выживает здесь квапа. Выживает Бэтрайдер. Выживает Бристлбэк. Саппортов разменяли. Да, в принципе, неплохо так. Разменяли. 620 в плюсе оказалась команда ССВ. Правда, заставили выкупиться Бэтрайдера. Но здесь тоже. Здесь Феникс выкупился. И, наверное, правильно сделал. Потому что Тролля могли без его присутствия точно убить. А там под ультой Феникса. Под хиллкой от... Да, все того же Канеки. Тролль Варлорд может себе позволить стоять и просто месить. 3500 на руках после Сен-Жин-Яши, после БКБ и Даггера для Лейклса. У Шторма 11 зарядов. Круто все. Оркет появляется. Оркет, конечно, запоздал. И, ну, с другой стороны, так, критика моя плавно в никуда отправляется. Потому что, по факту-то, Шторм все равно сейчас Квапун оказывает. Но это не доработка самой команды ССВ. Квин оф Пейнт старается. Квин оф Пейнт утрыгает вообще бедняжка из всех сил. Ни себя не щадит, ни соперника. И нормально. 11-3. У остальных же, посмотрите, как дела обстоят. 11-3 у нас Квапа. Дальше команда Сигнейчет Раста. Дальше все. У всех отрицательный показатель. Я бы так горел в пабе. Я бы орал на всех и на каждого. Будь я Квапой. Взяли стендына. И один стендын тащит команду. Вся остальная команда... Ну да, действительно, 4 якоря. Только в австралийском исполнении. Аба. Праймал Рор на Янбоме. И все. После Мистик Флэйра никуда у нас не уходит. Еще и Некров тут вообще не обязательно было юзать, но проюзали. Ну и убивают также Леона. Леон умирает 11-й раз. 1-11. Просто с улицы пригласили Леона. Тот парень, ты вообще знаешь, как в компьютеры играется. И садись за нас, играй на кучу денег. Как так может получиться? Вообще непонятно. 1-11 Леон. У Леона есть даггер, есть эскейп. Скоро появится Форс Став, наверное. Нет, Юл появится у Леона. И при этом он умрет просто по КД. Овенге 1-9. Ладно, это у него хотя бы работа такая. И высвапывать надо и самой подставляться. 4-6 у Бэтрайдера. И Чейнс. 1-3. Самый толстый герой команды СССР. Сыпется просто как... Я не знаю. Не буду даже метафоризировать на этот счет. Майпро врывается у нас с накала. Голдот на лоу ХП. Под Сайленсом Голдот рассыпается. Майпро 14 зарядов. Ян Боми подходит сюда. 1300. Покупает себе Альтимейт Орб. Ну, готовится, я так понимаю, выйти в Хекс. И лишним Альтимейт Орб сейчас не будет, потому что у Квапы мало ХП. На Раскасты не переживает. Опять же, Абам может себе позволить врываться с даггера. Кстати, есть ли там Аганим? Нет, у Бесмастера нет Аганима. Готовится, готовится Рефрешер Орб, как я понимаю. Ну да, две пачки Некров и два Праймал Рора. Почему бы нет? Если, конечно, маны на все хватит. Сколько здесь Некра жрут? 50 всего Некра. Рефрешер там 300 с копейками. Ну, а здесь по 175, да. Всего будет предостаточно. Команда Сигней Чит Раст играется. Ну, уже играется так, знаете, как кошка с мышкой против CSW. Подходят, отходят, подходят, отходят. У КСВ, в принципе, все понятно, что там по ближайшему обозримому будущему там печаль полнейшая и унижение на хайграунде. Хотя, почему-то мне кажется, что файт этот... Играют долго, в принципе, но окончание игры будет практически мгновенным. Врыв на хайграунд, минус 5. Делает Сигней Чит Раст и ГГ пишет CSW. Тут особенно и нечем комбетчить вообще. Нет героев комбетчных. Никаких. Это первая игра, нет, это... Да, это точнее первая игра и последняя игра. Это Best of One, это тайбрек, переигровки, чтобы там в группе на свои места не могут между собой 5-6 место потереть команды. Собственно, сделали им переигровку. Best of One играется. Больше матчей между данными коллективами не будет. Все, отжали паузу. Ну, давайте по вещам пробежимся. У Тролль Варлорда уже появляется Сатаник. После Сатаника 2-3 ста на руках. Клейклса не остановить. 7 на 4 у него счет, но это только потому, что возможности бить особо и не было. Тут Майпро начинает серьезно убивать. 12 на 7 у него счет. У Бестмастера 2-1-10. Кстати, у Бестмастера... Да ничего, у Бестмастера все то же самое, что и было. У Майпро 2-100 на руках. Есть БКБ. 9-секундная Оркит. Есть 14 зарядов в Бладстоуне. Это кого там так напугал у нас? Чейнса пытался у нас напугать Майпро. Чейнс как-то вообще не боится. Или может наоборот в панике мышку бросил и оставил фармить героя самого крипов. Так, у Скайросмага Рота Фотос, Аркан Бутс, Нул Талисман. Всего по чуть-чуть, но этого предостаточно. Скайросмаг на 39-й минуте нормально еще на фарме. У Бреста есть Шивас Гвард, есть Мека, Ван Гвард. Ну и Талисманов Эвэйджен готовится выйти в Алибарду. Квапа. Все в принципе хорошо, 2500 сверху после Ultimate Arba. Вылазка небольшая от команды CSW. Просто разведать обстановку. Решили выйти, решили перейти к активным действиям. Но тут либо попрет, либо не попрет. Стоять на своем хайграунде бессмысленно. Просто зайдут, даже не зайдут, а ворвутся. У всех есть дагера, у кого они необходимы. У кого нет дагеров, есть скиллы необходимы. Один Скайросмаг просто сдалека будет стоять. А тут Икарус Дайв, Феникс врывается на хайграунд. Даже не надо особенно мучиться, не надо заходить по одному. Через Икарус Дайв Феникс врывается. Через Болл Лайтнинг врывается Шторм Спирит. Ну и здесь два дагера, Бесмастера и Тролль Варлорда. А там Скайросмаг издалека уже Вижн получил. Разбросал все, что необходимо. Ну и Мистик Флеер дал. Ну а там уже спокойно на пенсию можно отправлять самого Скайросмага. На удивление, мало умирает Бумбелл. Четыре раза всего лишь на Скайросмаге за 40 минут. Ну это не показатель для данного персонажа. Кал, под фаерфлайем. К Рошану подлетает. Думает, что команда Сигней Читрас там. А команда Сигней Читрас на своем хайграунде. Стоят, смотрят, ждут. Пока что на Эншентах собрались. Ну, есть время даже подфармить у нас по чуть-чуть. Лейкелс врывается на Рошана. Об этом, я так понимаю, не знает команда Кенси Уипс. Да, понятия не имеют. Просто за счет дагера врывается на Рошана. И Роха сейчас будет падать. Бочку дали, просветили все. Лейкелс под Вейф оф Террор. Все прекрасно все понимают. Фаерфлай. Скоро ли? Шесть секунд до Фаерфлая. Алибарда прилетает у нас к Бристлбеку. Ну надо врываться. Что же вы смотрите? Тролль убивает Рошана. Врыв пошел от Майпро. Накала на Орали. И не сможет он затащить никуда у нас, собственно, Лейкелса. На ЛОХП у нас Бэтрайдер. От Рошана мрет. Лейкелс пошел убивать Рошана. Ему вообще плевать на команду CSW. Ян Бомми здесь цепится. Чейнс врывается на Рошпит. Кто забирает Аегис? Ну же, ну же. Тролль Варлорд у нас с Аегисом. Ну и все. И это начало конца для команды Кенси Уипс. Еще и Гем теряет у нас Кенси Уипс. Собственно, 4 в 0 подрались. Роху забрали Сигнейчи Траст. А Аегис тоже у них. Украсть не удалось. 5 тысяч по опыту. И по золоту тут тоже 3 тысячи в пользу Сигнейчи Траст. Ну уже за двадцатку по деньгам в пользу Сигнейчи Траст. По экспириенсу та же история. Чем отбиваться непонятно. Все это сконцентрировано в руках команды Сигнейчи Траст. По фарму тут Ян Боми на первом месте. Но Квапа, которая на 45-й минуте что-то рассказывает ролю, не смешите. Я вообще в это не верю. Ну и Чейнс тоже. Просто бесполезный. Его катят без вопросов, потому что здесь, ну, по факту, 4 рейнджевых героя. Я бы даже Бестмастера отнес к некому подобию рейнджевого героя. Потому что сам по себе он не подходит. Топоры дает сдалека, кричит издалека. А если бить руками, то это бьют его Некрономиконы. Кабан, Некра и все. С руки Бестмастеру так. Просто если уже желание есть подраться лично, тогда можно врываться. А можно и не подходить к файту. На то он и мастер. Забрали мид. Забрали Т3 на топ-лейне. И отошли. Испытывают нервы команды Cancel Wave. Ждут, пока они напишут Good Game Well Played. Ну, Бристлбека. Шивас Гвард. Алибарда есть. Мека Ван Гвард. Надо Кримзон Гвард, наверное, Чейнсу покупать. Или, наверное, уже бессмысленно. 43-я минута, в принципе. Куда у нас Курьер летит? Приобретает Мистик Став. Это все для Каннеки. Феникс выфармливает себе Шиву. Это Феникс, который стоял не оффлейн. Это Феникс, который саппортил. На оффлейне, конечно, но саппортил, не фармил вообще. На тебе, Чейнс. Стоит Чейнс, ждет своей участи. Ну, байтит на себя. Калл уже в Firefly, готов врываться. Ну, так врывайся. Пошел крипов пособирать немножко Калл. Но, че скучать вообще? Все, команда Cancel Whips отходит. Теряет возможность подраться сейчас. Тут каждые полминуты, которые от Firefly к Firefly тратит команда Cancel Whips, играют против них. Они не фармят. А даже если фармят, это все бесполезно. Одно дело, когда деньги оседают у нас в Шторм Спирите или Тролль Варлорде, а другое дело, когда деньги забирает себе Бристлбэк. По демеджу ничего вообще не приобретает себе и приобрести не может. Укрепляется, укрепляется. Но смысл укрепляться, если все равно тебя в пятером развалят. Да, потратят на тебя на полторы секунды больше. Но от этого Трону не легче вообще будет. Утроля, 6000 по золоту. Появляется Хекс для Майпро. Уже даже халат нормально смотрится на нем. Кто рулит, тот и... В принципе, тот и моду диктует. Чейнса поймали под Мистик Флэйром. Половину ХП сняли. Стоит здесь Супернова. Даблкил уже у нас. От Майпро. Ну и все. И все. И просто сыпется. Феникс у нас фуловый поднимается. Минус 4 делает Сигнечит Расс. То, о чем я говорю. Им не надо особенно подходить долго и смотреть, как там спреями будут. Или Firefly им отковыриваться Кенси Уипс или бочкой. Они просто с Даггеров, Сакарус Дайва со всего на свете заходят на хайграунд и разваливают Кенси Уипс. До свидания, Кенси Уипс. Шестое место для них. Сигнечит Расс поднимается на одну позицию по, как я понимаю, по личным встречам. Ну и все. Собственно, ничего в таблице не произошло. Ничего не поменялось. Ничего не случилось. Как были там где-то глубоко в азиатском дивизионе. Пожалуйста. Ну мы хотя бы повеселились немножко. Посмотрели на того же Шторма. Посмотрели. Сейчас пойду гляну. Может где-то под студией какие-нибудь цыгане такие же халаты носят. Вот возьму себе, буду сидеть. Все, сидеть буду до следующего матча. Секунду, не переключайтесь пока. Куда вам вообще переключаться? Кто еще такой полоумный, кроме меня, стримит в это время? Сейчас скажу, что у нас по списку. У нас по списку в 15 сет будет матч между Кенси Уипс и Минески. Это Гест Си Кап 2015. Четвертьфиналы. Там Бест оф 3 будет. Ну и... Или Бест оф 1. Не знаю. Заходите, посмотрите. Ну и Дота Пит будет вечером. Там Evil Genius против Team Tinker. Я думаю, полнейшее избиение. Посмотрим, как тинкеров будут... Как это называется так? Ладно, насиловать. Вроде нормальное цензурное слово. Посмотрим, как тинкеров будут насиловать злые гении из США. Все. Пока что пауза. До 15 сет. Это 16 по Киеву. 17 по Москве. Прощаемся с вами. У нас тут есть еще много дел. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. Не забывайте нажимать фоллоу на окне Твича. Потому что мы что-то теряем. Кстати, подписчиков наших что-то случилось. Последняя неделя как будто нам палки за палками в колеса ставят. Какие-то злодеи. Я даже примерно представляю кто, но не буду озвучивать. Вот. Поэтому не забывайте подписываться. Все новички, которые пришли. Это абсолютно бесплатно, безболезненно. Ну и будет вам благо. Все. Услышимся через 4. Да, через 3 часа. Опять буду я в эфире. Пока что небольшая пауза. До скорой связи. Субтитры создавал DimaTorzok